Россия шаг за шагом отбирает землю у Грузии. По данным британского агентства Yahoo News UK, Россия медленно отбирает землю у соседней Грузии в течение многих лет. И Москва, похоже, сделала это снова в начале июля, переместив свои границы на 800 метров вглубь страны. 3 июля российские войска просто взяли и переместили пограничный знак дальше на территорию Грузии, сообщает агентство Yahoo. Агентство безопасности Грузии заявило, что захват земли был незаконным, сообщает издание The Independent. Это продолжение незаконного процесса так называемой установки границы, которая не только нарушает основные права местных жителей, но и непосредственно нарушает ситуацию с безопасностью в регионе, говорится в заявлении грузинского агентства безопасности. Россия вторглась в Грузию в 2008 году и вскоре после этого признала две части Грузии, Южную Осетию и Абхазию, в качестве независимых государств. Но большая часть мира по-прежнему рассматривает эти территории как часть Грузии. Россия начала использовать эту тактику установки границы в июне 2008 года, когда она создала военную демаркационную линию между Абхазией и Грузией. Последний случай произошел за несколько дней до встречи президента Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на саммите G20 в Германии. Пограничный режим, также известный как ползучий, обычно включает в себя российские войска, устанавливающие заграждения из колючей проволоки, знаки или другие препятствия для заселения грузинской земли с постепенно и небольшими частями, чтобы Грузия и Запад не смогли сделать ничего, кроме словесного осуждения. Продолжающаяся экспансия, похоже, запугала Грузию, которая, по-видимому, согласилась с логикой Москвы, что Грузия будет виновата в провокации и эскалации, писал в 2013 году аналитик фонда Джеймстоуна Владимир Сокар. За последние 9 лет эта ползучая тактика разделила деревни и фермы, что, по словам грузинского правительства, повлияло на местных фермеров. Пресс-секретарь посольства Грузии в Вашингтоне рассказала агентству Business Insider, что слишком сложно оценить, сколько земли Россия захватила с 2008 года, но главная цель Москвы в таких изъятиях – это затмить усилия Грузии по вступлению в ЕС и НАТО, потому что страны, желающие вступить в НАТО, не могут иметь никаких территориальных споров.